Всем привет! 17 октября. Все интересуются про наших индюков, все интересуются. Что индюки? Вот все, все наши последние индюки. Сегодня даже нам пришлось... Да, да. Сегодня даже нам пришла новая морозилка. Мы купили еще одну большую морозилку, потому что, в общем, мы не собираемся в этом году никого продавать. Мы все к себе. Первая морозилка у нас уже полная. И вот мы потихоньку забой индюков делаем. Поэтому пришлось купить вторую в том году. Мы уже об этом задумывались. И в том году, ну, как-то это, вот последнюю индюшку некуда было класть. Мы ее продали знакомым, друзьям, потому что попросили, и мы решили продать. О чем мы пожалели? Потому что в этом году нам мяса вот до лета не хватило. И нам пришлось купить. И, в общем, нам не понравилось. Поэтому мы решили только для себя и забиваем морозилку. В общем, купили морозилку. Ну что, индюки нас, в принципе, радуют. Девочки, вот у нас... Мальчик нам достался всего один. Он еще у нас растет. Вот, ну, где-то они на мою клубнику идти. Мы просто выпустили сейчас из закона. Иди, иди, мальчик, иди. Мальчик у нас один. А девочек мы начали убирать, как и положено, с 18 недель. И девочки у нас в этом году даже побольше, чем в том году. В том году девочки были 10 килограмм, а в этом году вот девочки 11 с половиной. То есть это вот чистая... Все кричат. То есть это чистая тушка. Уже без всяких потрохов, без лап, без всего, без всего. Чистая тушка. Вот 11 с половиной килограмм. Мы сегодня тоже ждали морозилку. И иди, иди, иди туда, иди туда, иди. И вот сегодня тоже будем одну девочку убирать. Вот эту вроде, да? Главное не перепутать. А, вот эту? Какую? Вот эту, да? Одна девочка у нас уже такая толстуха, еле ходит. Если все еще бегают, то это еле ходит. И вот сегодня одну девочку уберем. Ну а так, что у нас? Погодка замечательная. Всю неделю у нас жара. Сегодня вот 22 градуса. А так было... Что, мальчик, домой пошел? Домой пошел, мальчик? Сегодня вот 21 градус. А так вот всю неделю аж 28 было. Очень тепло, поэтому все занимаемся огородом. Тоже всех интересует, чем занимаемся. Всем занимаемся. Андрей площадку залил. Сегодня у нас еще тоже доставка, помимо морозилки. Железо пришло. Залили между баней и сараем площадочку. Хотим это... Хотим сделать там, в общем, стеллаж. Что, домой пошли? Ну идите, давай, остальные. И... Чтобы складывать, короче, весь хлам. Чтобы бочки там стояли под стоком. Всякие тазы мои, горшки. Все, пошли туда. Пошли гулять. Гулять, гулять. Пойдем в загон. Пойдем, пойдем. И этот вернулся. Пошли, пошли, пошли. Пойдем в загон. Так удобно у меня весло. Это у нас была надувная лодка. Такая она, как сказать, полудетская. И вот от нее два весла. Удобно очень пользуемся их гонять. И вообще они, конечно... Вот, вот, девочка садится, да? Нет, вот это. Нет? Блин, надо не перепутать, какая. Самая ленивая. А так они, конечно, умные такие. Утром я их одна выгоняю, да и вечером загоняю. Они идут в сарай и идут в свой загон. И, в общем, нету с них проблем. Короче, это не то, что пирица выпустила, и все разбежались. Ну вот мальчика с девочкой одной еще подержим. Сколько подержим? Не знаешь? Ну, наверное, на той-то неделе уже всех уберем, правильно? Да? Мальчиков еще 22 недели держат. Ну, если мы уже девочек убираем... то будем мы мальчика убирать. Посмотрим, сколько взвесит. Ну, еще мальчик, вот мы взвешивали, мальчик отставал от нормы. Иди, иди обратно. Иди, иди обратно. Иди, иди. И ты иди обратно, иди. Ну, куда пошла? Да что ты выходишь? Иди, иди гуляй. Когда мы взвешивали, вот... Девочек. Девочек и мальчика. Ну, еще было, может быть, неделя 11. Мальчик по весу отставал. Больше мы так их не... Вот, вот она, лишь толстыха, да, еле ходит. И это... Больше мы не взвешивали, потому что... Потому что... Вот она села, да? Все, она. Она походит и сядет. В общем, и вот... Кто толстый? Да и вторая толстая. В общем, девочек больше 18 недель не держат, и поэтому мы их начали убирать, и вот осталось их уже всего четыре. Сегодня одну уберем. Ну, мы в день по одному убираем, потому что как бы напряжно общипывать, разделывать. На улице вроде быстро-быстро до тушки, а потом еще домой придешь разбирать их. В общем, мы так вот, не напрягаясь, по одному в день убираем. Ну, все, в принципе, что про наших индюков. Что мы делаем в огороде? Что мы делаем в огороде? Ну вот, пока греем воду. Кипятим воду для того, чтобы индюшку убрать. Ну, вот спрашивайте, что делаем в огороде? Что мы делаем? Почистили. Вот так вот выглядит сейчас у нас. Все почистила клубнику практически. Вот внизу все доделала. Брила, скала. Здесь Азия. Азия по-прежнему. Некоторые кусты морщинятся. Вырываю, не жалею. Рассадила много усиков. Ну, грядка, в принципе, целая. Майя вот так вот выглядит сейчас. То есть тоже все очистили. Все убрали. Все лишнее зверским, так сказать, способом. Все усы повырывала. И проредила очень хорошо. Стались и молодые, и прошлогодние усики. Здесь мы вскопали грядку. Сюда у нас мигрирует теперь... Здесь была Сирия. Вот так, маточник, несколько кустов. Свеклу сюда сажали. В общем, сюда вот у нас, наверное, мигрирует в следующем году свекла, скорее всего. Подготовили грядку под чеснок. Там была Азия и пасынки помидор, кто помнит, да? В общем, где был у нас чеснок, немножко пришлось посадить теперь сюда скалы. Потому что, ну, хорошие были кустики, жалко. Чуть-чуть сюда вот досадила скалы. Здесь у нас были пасынки и томатов. И Азия у меня тут была, маточник, то, что повырывало весной. Вот на усики. В общем, полностью эту грядку перекопали. Сыпем на нее сейчас золу. Еще буду чистить укурей, добавлю. В общем, эта грядка, вот эта одна большая, пойдет под чеснок. В этом году у нас будет здесь чеснок. Малина. Малина, это моя, которая, не знаю, да? В общем, очень поздно она почему-то у нас в этом году заводит ягодки. Моровила очень радует. Прям вот такие крупные. Моровилу буду размножать. Много дала порослей. Вот буду ее рассаживать. А это моя обычная малина. Обычно вот мы в октябре ее полным ходом собираем. А сейчас вот она вся в ягодках. Но некоторые вот кустики внизу начали давать. Сенька ходит, кушает. Вот некоторые уже кустики с красными ягодками. А так вот, видите, она вся зеленая. Не знаю, успеет, не успеет. Ну, как-то был год, мы и в ноябре ее ели. Не знаем, в общем. Ну, здесь что? Здесь мы тоже... Это непонятное. Гранат. Все говорят, посадите гранат. У нас растет гранат. Вот самый первый так пожелтел. В этом году очень хорошо он вымахал. И, наверное, мы будем его укрывать. В том году он как-то в рост особо не шел. А в этом году вот он так сильно вырос. И, наверное, нам придется его укрывать. Здесь клубника тоже почистила так зверски. Это та, которая непонятная весной мне пришла. Которая называлась Купчиха. Сдачи 24 через интернет. Ну, в общем, близко это не Купчиха. Но я решила ее оставить. Несколько кустов. Посмотреть, что будет с ней в следующем году. А вот Купчиха у меня вот здесь на размножении. Здесь тоже у нас были баклажаны. Томаты все скопали. И вот здесь вот у меня Купчиха настоящая на размножение. Вот несколько кустов. Надо убирать свеклу. Кругом еще по огороду у нас много-много везде свеклы. Ждали морозилку. Свеклу, морковку надо уже все вырвать. В общем, мы ждали морозилку. Сейчас все пойдет полным ходом. Надо убирать перец и баклажаны. Вот часть баклажанов убрали. Они уже остановились в росте. Так же, как и кабачки. Вот они стоят такие вот маленькие. Но не растут. В общем, уже надо убирать и перец сладкий, и баклажаны до конца. Ну, а так что еще? Ползу вверх, потихоньку вот снизу ползу, ползу вверх и разгребаю все грядки. Осталось там разобрать вот всю Сирию. И, в принципе, уже в огороде. Ну, надеемся, что все успеем. В бугре моем все замечательно прирослось. Я уже покормила даже через капельку их. Новые листики растут. В общем, нормально. Инжир. Инжир кушаем, инжир. Как у нас сейчас выглядит инжир? Ну вот, инжир. Почему-то у одного кустика листики уже пожелтели. Ночью-то холодно, и днем жарко. Но, тем не менее, ягодки мягкие, вкусные. Собираем. Ну, Андрей говорит, что они стали не настолько сладкие. Да? Да? Не такие стали сладкие. Ну, мне кажется, очень замечательные. А так, конечно, ягод на нем еще очень-очень много. Ну, собираем по 10-11 штучек. Едим. Мы просто в огороде едим. На том маленьком кустике помельче ягодка вообще быстро развеет. В общем, инжира нам хватает. Главное, что мы не покупаем. Ну, и, в принципе, вот в огороде все. Все. Пойдемте за водой. Будем убирать им девушку. Слушай, девочка, да? Ну, все. Чистая девочка готова домой. Дальше дома будем разделывать. Ну, вот. Разделали мы тушку. Быстро, да? Разделали вообще. В общем, эта девочка получилась у нас поменьше. 10 килограмм. Ну, такая у нее массивная большая грудь. А вообще, это... Грудка вот с девочек у нас 4-4,5 килограмма. Грудка у нас на наггинсы идет. Андрей делает крылышки в мангальный набор. Потом, значит, еще вот это вот красное мясо в бедрышке тоже делает на мангал. Остальное мы просто все в фарш. И пельмени делаем. Котлеты-то не делаем. Как-то это... Ну, иногда и котлеты делаем, а так пельмени. Ну, в общем, вот. Забиваем морозилку. На подходе у нас еще, знаете, сколько петушков. Так что, вот, теперь мы с индюками разберемся, а потом еще петушки. Ну что, всем здоровья, тепла, всего самого наилучшего. Пока!